За подписью президента вышло постановление об утверждении концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Документом утверждены дорожная карта по ее реализации в 2019, а также целевые показатели развития сферы до 2030 года. Они разработаны в разрезе районов и городов. На Востоке всегда считалось, что основы воспитания закладываются именно в семье. Дети — это в первую очередь отражение своих родителей. По происшествии нескольких веков тенденции и взгляды по воспитанию подрастающего поколения практически не изменились. Сегодня также уделяется особое внимание семейным ценностям и той среде, где ребенок продолжает развиваться, получать образование и самосовершенствоваться. В этом смысле в нашей стране создана непрерывная воспитательно-образовательная система, которая охватывает дошкольные образовательные учреждения и высшеучебные заведения. Если рассмотреть действующее состояние сферы, то на сегодняшний день количество государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений по всей стране достигло более 7 тысяч. В них воспитывается свыше 930 тысяч малышей, причем большинство из них живут в сельской местности, а общее количество детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 2 миллиона 400 тысяч. Из них около 38% охвачены детскими садами. Этот показатель, конечно же, не отвечает современным требованиям. Основная проблема с низким охватом связана с отсутствием инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений. С 1991 года количество дошкольных образовательных учреждений до 2017 года, до образования МДО, сократилось почти на 50%. При этом рождаемость, наоборот, росла. Каждый год в последние годы рождается более 700 тысяч детей. И за эти годы практически ни одного дошкольного образовательного учреждения государственного не было построено. Поэтому самым основным ограничением является отсутствие мест в дошкольных образовательных учреждениях. Мы делали анализ, и получилось, что на каждого 100 детей в возрасте от 3 до 7 лет у нас приходится всего 28 мест. Устранение этих и других недостатков сферы четко обозначено в постановлении главы государства об утверждении концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Данный документ будет являться основным документом для формирования среднесрочной и долгосрочной стратегии действий Министерства дошкольного образования. Уникальность данной концепции заключается в том, что впервые определены индикативные целевые показатели, которые должны мы достигнуть в системе дошкольного образования. И при этом рассчитана стоимость достижения этих целей. По годам и по районам расписаны целевые показатели охвата, как в процентном, так и в абсолютном значении. При этом концепция, поставив данные целевые показатели, она также определяет методы и способы достижения этих показателей. В концепции определены основные направления развития дошкольного образования. Это в первую очередь повышение охвата, обеспечение равноправного доступа детей к качественному дошкольному образованию. 70% мозга ребенка формируется в возрасте до 5 лет. И инвестиции именно в раннее образование дают наибольшую отдачу по сравнению со всеми более поздними ступенями развития. Мы должны обеспечить и равноправие доступа, чтобы дети, вне зависимости от уровня доходов их семьи, могли получить доступ именно к качественному дошкольному образованию. Перед нами стоит задача охватить детей обязательной предшкольной подготовкой. Эту работу мы начали в 2019 году. Сейчас мы уже продолжаем подготовку к 2019-2020 учебному году. Мы начали подворовой обход для изучения и привлечения детей в дошкольное образовательное учреждение. В результате предыдущих изучений мы охватили 302 ребенка. Было открыто 13 групп в 9 дошкольных образовательных учреждениях. Мы будем наблюдать этих детей еще в течение первого учебного года их в школе. Эффективность выполнения постановления заключается в совместной работе с органами местной власти. Также учитывается интерес детей с особыми потребностями. Будет разрабатываться индивидуальный образовательный маршрут именно с учетом его возрастных и психических возможностей. В концепции данные моменты описаны довольно подробно для того, чтобы в будущем это совершенствовалось, развивалось и было много различных вариативных программ в системе дошкольного образования. Еще одним важным аспектом является развитие государственно-частного партнерства и привлечение в сферу инвесторов, в том числе зарубежных. В этом направлении уже подписано более 900 соглашений о государственно-частном партнерстве. Около 2000 о создании дошкольных учреждений семейного типа. Более 500 субъектам предпринимательства открыты льготные кредитные линии. Мы привлекаем сейчас и в рамках концепции это прописано и иностранный капитал, тоже для сотрудничества в рамках и государственного частного партнерства, и также просто инвестиций в развитие инновационных подходов и информационных технологий, педагогических технологий. При этом в рамках концепции очерчено, что новые модели государственного частного партнерства, которые даже еще не предусматривались в прошлом году или активно не отрабатывались, мы тоже их в ближайшие годы будем внедрять. Внедрение в систему дошкольного образования инноваций, передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий тоже является одним из важных пунктов, указанных в документе. Теперь подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников системы также будут осуществляться по принципиально новым подходам. В рамках повышения качества педагогических кадров нами предусмотрен полный пересмотр программ подготовки, базовой подготовки, а также переподготовки и повышения квалификации преподавателей. Мы сейчас уже начали активно привлекать зарубежных тренеров. Буквально недавно прошел совместный тренинг с ЮНИСЕФ, у нас предусмотрено в рамках проекта Всемирного банка обучение большого количества тренеров по всей республике. То есть мы будем внедрять передовой опыт именно идя сверху вниз. Были заключены договора о взаимосотрудничестве с вузами города Ташкента, с Южнокорейским институтом Пучон, с нашим пединститутом Низами. Для того, чтобы наши сотрудники могли повысить свой уровень образования. Обеспечение детей здоровым и сбалансированным питанием, качественным медицинским уходом также является одним из основных направлений концепции. Будет пересмотрены санитарные правила и нормы питания для детей дошкольного возраста в детских садах. Предусмотрен механизм реализации организации питания через аутсорсинг. Предприниматели получат возможность организовать питание в детских дошкольных образовательных учреждениях, а заведующая получит больше возможности и времени заниматься именно образовательной деятельностью. Если взглянуть на зарубежный опыт, то во Франции 75% детей в возрасте от 2 до 6 лет обучаются в материнских школах. В них особое внимание уделяется развитию навыков общения и физических способностей. В Англии особый упор делается на личностные качества. И каждому ребенку применяется индивидуальный подход. В инвестиционной программе на 2019 год на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение объектов дошкольного образовательного учреждения предусмотрено выделение 1 триллиона 600 миллионов сумм. Несомненно, основная нагрузка ляжет на государственный бюджет. Потому что, опять же, для сохранения финансовой доступности для широких слоев населения мы в рамках концепции предусматриваем, что около 70% детей будет охвачены именно государственными дошкольными образовательными услугами. Но при этом одним из основных драйверов роста будет выступать и негосударственный сектор. То есть мы прописываем там и стимулирование притока частных инвестиций. В рамках расширения охвата мы также для труднодоступных сельских районов, отдаленных местностей мы обязательно будем внедрять альтернативные модели дошкольного образования. Это посещение на дому, это кратковременные группы, это модульные или мобильные дошкольно-образовательные учреждения, которые будут приходить в каждый дом. ЮНИСЕФ приветствует огромный прогресс, проделанный за последние несколько лет в сфере равноправного доступа к высококачественному дошкольному образованию в Узбекистане. В концепции заложен всеохватывающий подход, который рассматривает вопросы доступа, равноправия, управления и подотчетности, также о требуемом финансировании. В ней присутствуют нужные элементы, которые гарантируют не только улучшение качества учебных классов, но и детское развитие по контрольным показателям. Также делается фокус на воспитателях, повышение их квалификаций, предоставление качественных учебных материалов. То есть расширение доступа к дошкольному образованию делается за счет разных подходов, в том числе инновационных, альтернативных. Кроме того, в вопросах в этом контексте рассматриваются не только дети из неблагополучных семей и в отдаленных местностях, но и дети с особыми потребностями. Инклюзивное образование охватывается полностью. ЮНИСЕФ считает, что концепция сформирована хорошо. Теперь нужно, чтобы ее правильно имплементировали. В целом мы видим, что подходы правительства Узбекистана и ЮНИСЕФ сходятся. Мы рады сотрудничать в вопросах дошкольного образования. В целом, согласно концепции, к 2030 году охват детей дошкольными образовательными учреждениями повысится до максимального показателя, то есть до 100%. Это, в свою очередь, даст возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. Ведь каждый малыш талантлив по-своему, а увидеть его задатки – это наши с вами обязанности.